Увеличение объемов производства и вдвое увеличенная прибыль. Запорожский абразивный комбинат подвел итоги работы за 2011 год в ходе очередного собрания акционеров. Однако 2012, по словам руководителя предприятия, будет для абразивщиков непростым. Подробности в следующем сюжете. Помимо успешной финансовой экономической деятельности, Запорож Абразив сделал немало для расширения и модернизации производства. Вдвое увеличены мощности по изготовлению отрезных кругов с 10 до 20 миллионов штук в год. Произведен масштабный капитальный ремонт аглофабрики. Активно внедрялись новые энергосберегающие технологии. В частности, Запорож Абразив одним из первых в области стал использовать для подогрева воды вторичное тепло на базе технологии тепловых насосов. Не остались без внимания и вопросы экологии. В хвостовой части агломашины установлены картриджные фильтры нового поколения, что значительно снизило выбросы. Выполнены и все обязательства по социальным программам, а средняя зарплата на предприятии выросла почти на 20%. В то же время 2012 год будет для абразивщиков скорее всего непростым. Из-за экономической стагнации в Европе сократилось количество заказов, а в Украине растут цены на энергоносители, сырье и материалы. Кроме того, государство задолжало предприятию почти 70 миллионов гривен. К сожалению, в нашем государстве существует квазиавтоматическая система возврата налога на добавленную стоимость. Возвращается он выборочно, сопровождается определенными поборами, обычно в виде требования заплатить наперед налог на прибыль. На примере абразивного выходит следующее. Бюджет должен комбинату за два года, а и наоборот, комбинат уже заплатил наперед налог на прибыль более чем на год. При таких обстоятельствах рассуждать о полномасштабном техперевооружении, модернизации, или хотя бы о сколь-нибудь существенном повышении заработной платы, могут, наверное, только неисправимые оптимисты. Однако опускать руки абразивщики не намерены. Планируют стабильно развивать и модернизировать производство. В планах на этот год ряд капитальных ремонтов, продолжение проектных работ по созданию нового производства карбидокремния в Степногорске, создание опытно-промышленного участка обогащения нитритобора. Продолжится работа и по дальнейшему внедрению энергосберегающих технологий. В планах также капитальная реконструкция газоочистной установки в производстве электрокорунда нормального с заменой электрофильтра на картриджный, которое даст возможность снять экологические проблемы этого производства.